В нашей конференции, как строительство и эксплуатация нефтегазопроводов и транспортировка отработанного ядерного топлива. Значит, хочу вам сказать, здесь должен был присутствовать на нашей конференции еще один Борисов, только Виктор Александрович Борисов, не Тенгиз Борисов, а Виктор Александрович Борисов, очень известный онколог. Он по непонятным причинам, он из Москвы вылетел, но почему-то не прилетел. Мы тут меняли отели, то один отель, то другой, так сказать. Речь идет о чем? О том, что и он должен был об этом сказать, потому что на самой ответственной операции онкологической его приглашают в разные страны. Он очень часто практически работает в Англии. В чем идет речь? О том, что, опять же, пересекаются и химические захоронения, и отработанное ядерное топливо, или вот эта радиация. В странах Балтии, в странах Скандинавии за последние годы в разы, в десятки раз увеличилась онкология, онкологические заболевания. Причем, это детская онкология. Правильно сейчас эта дама сказала? Это детская. Непонятно. То ли это химия, то ли, вот если она-то говорит, что это как от радиации идёт. Но неважно. Рыбу есть нельзя? Мы говорим о том, что рыбу из Балтики никакую есть нельзя. Мы говорим о том, чтобы восемь лет назад я написал, значит, всё это изложено, и на сайте Клеана Балтик это можно прочитать и увидеть. В десятки раз увеличилась онкология молочной железы у женщин. В десятки раз увеличилась онкология простаты у мужчин. Но эти данные, опять же, это не я должен был говорить, а Виктор Борисов, потому что эти данные скрывают от нас с вами. Попробуйте заглянуть и узнать статистику. Вот перечисленных. Детская онкология, женская онкология, мужская онкология. За семью печатями все эти данные. То есть всё совпадает. Приведу пример. После Фукусимы, о которой сегодня говорили, после Фукусимы правительство Германии приняло решение закрыть все свои атомные станции. Их на территории Германии до недавнего времени было ровно 24 атомных станций. Все они будут закрыты и их уже закрывают. Как вы думаете, куда свозится отработанное топливо на этих ядерных станциях? А перегородки вот эти, которые там, кстати, они разбирают? Куда свозится все вообще арматура, которая уже впитала в себя радиацию невероятно количеством? Потому что это идет в процессе работы, это все заражается. Это все свозится, я вам скажу, в предуралье на территорию Российской Федерации. Это тоже тайна за семью печатями. Но каждый месяц девятитысячник, вам, морякам, понятно, что такое девятитысячник, стартует от берегов Германии и пришвартовывается в порту Санкт-Петербурга, где нет ни причалов, подготовленных для таких транспортировок, где нет ни условий, значит, в смысле транспортировки по дорогам. Они уже придумали там в России, значит, хоть часть транспортировки осуществляют на автомобильном транспорте, вот этими большегрузными, 22-томниками, камеонами. И все это свозят, то есть Россию превращают в могильник, в ядерник. И причем это давно. Отработанное топливо из Соединенных Штатов тоже в Россию свозится. Из Японии тоже в Россию свозится. Поэтому, значит, вот эта борьба, там, Обама, Путин, Путина из Ж-8 выкинуть, снова вернуться в Ж-7, это все игра, это все идет в политические игры, потому что на серьезном уровне, экологическом, вот это проблема. Спасибо. Я предлагаю вернуться к Балтике. Давайте. И мы имеем в виду еще раз. И мы имеем в виду, мы имеем в виду, что Алимиро Бойкова, она живет. И мы можем слушать. С вами в композиции. Композиция. Композиция. Композиция.